Здравствуйте, уважаемые зрители канала Деревенская жизнь на хуторе, дневник казачки. Вы можете удивить, почему я дала такое название в видео. Дело в том, что на самом деле в нашем хуторе, можно сказать, что я одна, сепарирую молоко. Потому что в нашем хуторе хозяева переводят коров, из-за того, что держать их, во всяком случае, у нас становится невыгодно. И мне очень неприятно, естественно, это осознавать. Я по этому поводу снимала видео. На все то, про что я буду говорить в этом видео, смотрите ссылки внизу. Ну а теперь приступим. Первый вопрос, чем сепарировать. У меня сепаратор Сокол. Сразу хочу сказать, сепаратор Сокол это то же самое, что сепаратор мотор Сич, ТМ, там чего-то, по-моему, раньше назывался, производился в Украине. Сейчас этот сепаратор точно такой же. У него даже все запчасти взаимозаменяемые, производится у нас в России, называется Сокол. Единственное отличие, я вам сейчас скажу в чем. Вот эта поплавковая камера у сепаратора Сокол, во всяком случае, мне такая пришла, она пришла вот такая, металлическая. То есть вот такого типа. Вот эта поплавковая камера, которую я держу в руках, это от сепаратора Сич. И вот этой поплавковой камере, я даже боюсь вспомнить, сколько лет, ей, наверное, лет 15. Так вот, чем отличается вот у этой поплавковой камеры, то есть на сепараторах Сич, видите здесь вот эта прорезь. То есть, когда она ставится на этот прорезь, здесь стекает сметана. И видно, когда сметана сильно густая, в общем, когда вот здесь есть отверстие, она вытекает гораздо лучше. И у нового сепаратора Сокол, вот эта поплавковая камера без вот этого выреза, это было неудобно, потому что я, бывает, гоню густую сметану, и я просто ту отставила в сторону. Взяла старую поплавковую камеру и пользуюсь теперь ей. Также есть различия в количестве тарелочек барабана. У нового сепаратора Сокол их 12, у старого сепаратора Сич их 11. А в остальном все вот эти вот, все запчасти полностью, взаимозаменяемы полностью. Бывает, что я эти тарелочки переставляю с одного сепаратора как бы на другой. Никакой разницы я лично не вижу. Сепаратор на самом деле очень хороший. Он производительный, он не греется, пропускает две фляги молока 50 литров, то есть он пропускает свободно. Я не помню вот ее точную производительность, но большая. Единственное, все равно, когда пропускаешь две фляги молока, около 50 литров, потом все равно нужно вытаскивать вот этот барабан. Вот в эти места вот забивается такая творожистая масса, ее нужно прочищать. Как только вот здесь все забьется, вместо сметаны у вас начнет течь молоко, как бы в ту кастрюлю, где должна собираться сметана. Естественно, поэтому сепарата лучше не оставлять без присмотра, все равно процесс нужно контролировать. Тем более, что бывает, когда ты начинаешь собирать что-то, сделанное правильно, и у тебя вместо того, чтобы сметана в одну сторону, в другую молоко, у тебя начинает вдруг из всех щелей течь вот это молоко. Ну, в общем, как бы оставлять, естественно, все это без присмотра не нужно. Как собирать? На барабан ставим вот эту резиночку. Когда мы ее моем, мы ее, естественно, вытаскиваем. Вот эти все дырки нужно хорошо обязательно промывать. Если будет забита хоть одна дырочка, которая вот здесь вот есть, вот на этом барабане, то плохо будут отделяться сливки, либо вообще не будут у вас, вместо сливок будет течь молоко. Ставим вот эти вот 11, либо 12 тарелочек. У меня в данном случае... У меня в данном случае, как видите, тарелочки сразу от двух барабанов. Как я их различаю? Тарелочки, на самом деле, устроены все по-разному. Эти различия очень хорошо видны. Смотрите, я все время их различаю вот по этим дырочкам. Смотрите, вот здесь вот есть дырочка, а вот здесь рядом пипочка такая, пупыршек. Вот видите, они вместе. А вот у этой тарелочки вот две дырочки, а пипочка как раз посередине. Вот этим они и отличаются. То есть я их все время называю, ну не знаю, вот так у меня появилось. Вот эта кривая, потому что пипочка как бы смещена по отношению к дырочкам. А вот эта прямая, здесь все расположено равномерно через равные промежутки. В общем, когда мы собираем барабан с сепараторами, их нужно чередовать. Чередуем. Я всегда кривая, затем прямая. Вот видите, как я говорила, дырка в средине, две пипки по бокам. Кривая. Затем кривая. Можете назвать их как хотите сами, но я называю так, как у меня повелось, так я и называю. Видите, вот опять кривая. Теперь прямая, кривая, кривая, кривая. Прямая и так 12 раз подряд. Вот я собрала все 12 штук. Это нам не нужно, это от другого барабана. Одеваем в барабан отражатель. Вот так. Надеваем. Закручиваем байку до упора. Когда мы купили первый свой сепаратор, там рекомендовалось смазать вот эту резьбу сливочным маслом. Машинным, естественно, не стоит, потому что все это попадет в молоко. Сливочным. Но не знаю, сколько лет я пользуюсь вот этим барабаном. А пользуюсь я им часто. Но пока все нормально. И вот этой штукой затягиваем. Но не так, чтобы сорвать резьбу. Но так, до упора. Здесь вообще есть риски. Но я уже давно на них не смотрю. Теперь смотрите. Вот здесь такая интересная штука. Вот видите, регулировочный винт. Для того, чтобы регулировать жидкость сливок, густоту сливок. В общем так. Так, опытным путем я установила, что если провернуть его до упора по часовой стрелке, ну как бы вот, как мы все краны закручиваем, то это будет сильно. Это почти сливочное масло практически. Оно у вас просто не протечет. Закручиваем до упора и делаем два полных оборота назад. Вот один, два. Ну то есть от этого уровня густоты сливок уже можно будет плясать. Мы поставим вот этот барабан на корпус сепаратора. Дальше соберем весь его в сборе и уже будем смотреть. Может быть нам придется его выключать, как бы опять переустанавливать этот винт. Потому что бывает такое, что каждый раз нужны разные степени густоты сливки. Ну как вот если один раз ты настроил сепаратор более-менее, то потом его трогать лучше не трогать. Почему? Потому что вообще тяжело выставить вот эту нужную густоту. Сливки вот в моем случае должны быть достаточно густые. Настолько густые, чтобы часов через 10 после того, как они постоят в холодильнике, ложка в них вот так стояла. То есть чтобы они не то что брались как сливочное масло, с них должна тянуться вот такая вот тянкая такая вот сметана. В то же время они не должны вот так бултыхаться и в то же время они не должны быть густые ни до такой степени, чтобы их нужно было резать ножом. То есть как бы держали форму хорошо на ложке. Вот именно такой густоты сливки я всегда и делаю. И обычно вот с моего молока это выходит где-то полулитра сливок. Ну с 7-8 литров молока. Это в зависимости от того, какое у нас молоко. Зимнее, летнее, ну в общем все понятно. На сепаратор устанавливаем вот этот барабан. Кстати говоря, меня многие спрашивают, где нужно покупать запчасти вот на это произведение искусства. Запчасти на сепаратор вплоть до самых мелочей можно найти, набрав в поиске запчасти на сепаратор СИЧ либо запчасти на сепаратор СОКОЛ. Если вы начнете набирать запчасти на сепаратор СОКОЛ, у вас все равно перекинет на сепаратор СИЧ, потому что, еще раз говорю, они идентичны. И там продается все на свете. Вот такой ключ можно купить, он, по-моему, 2000 с чем-то рублей стоит. Вот такие лотки, барабан в сборе. Вот не знаю насчет тарелочек, продаются они по отдельности или нет. Точно знаю, что продается отдельно корпус, отдельно подставка, даже щетки к нему продаются. То есть все это дело, если вдруг у вас что-то вышло из строя, все это дело можно найти. Устанавливаем лотки. С нижнего у нас течет молоко, а с верхнего сметана. То есть нужно поставить так, чтобы нижний лоток, как бы молоко, было куда ему капать. Естественно, не на столе, потому что у меня лично молока много. Здесь я поставлю нержавеющую кастрюльку. Дальше ставим вот эту лотковую камеру. Вот как раз вот это отверстие в ней располагаем вот как раз над тем местом, откуда у нас будет вытекать сметана. Не забываем поплавок. Если вдруг потеряли, его можно купить. Я вам потом все равно под видео оставлю ссылку, где можно купить вот эти запчасти на сепаратор. Одеваем чашу. Чаша у этого сепаратора огромная, как раз на 10 литров. Закрываем кран. Вот здесь такая дырка, чтобы здесь вытекало молоко. Мы когда проворачиваем вот этот краник, через эту дырочку вытекает молоко. Поступает молоко. Вот здесь оно стекает вот сюда в поплавковую камеру. И если наше вот это отверстие будет полностью открыто, молоко будет стекать очень быстро, вполне возможно, что сепаратор все-таки не успеет отделить все сливки. В общем, рекомендуется не открывать ее на полную. Естественно, зависит от того, какой температуры молоко. Отделение сливок зависит от температуры молока. Сепарирую я всегда теплое молоко. Температура стараюсь около 37-38 градусов. Если сепарировать горячее молоко, некоторые говорят, что сепарировать перед горячим молоком, потом творог очень плохо садится. Сепаратор запускаем на полный оборот и затем наливаем молоко. Когда сепаратор наберет полный оборот, это можно услышать по его звуку. Смотрим, как начинает капать сметана. А это очень густо. Это будет очень густая сметана. Поэтому нужно сейчас перекрыть кран и открутить вот этот кран регулирования густоты сливок. Нужно открутить против часовой стрелки, для того, чтобы сметана была не такая густая. Не выгодно гнать такую сметану, к тому же она слишком густая. Останавливаем сепаратор. Вот так тормозить не рекомендуется. Но долго слишком ждать, пока он сам остановится. Так, это сильно густо. Мы опять берем ключ и откручиваем. Я откручу оборотик. Вернее, нет, три четверти оборотика сделаю. Хватит. Устанавливаем все это назад. Если вы вдруг потеряли такой ключ, у меня было такое, что я потеряла ключ, хорошо, знаете, чем крутить? Штангенциркулем. У него вот такие вот, как два уса, они как раз хорошо входят в эти вот деления, и можно попробовать им. Ну, или какой-нибудь отверткой. А лучше всего такая мелкая вещь в запасе, конечно, иметь. Ну что, пробуем опять запускать. Можно было вот эту тарелочку, вот эту жидкую, густую сметану, вот так, ложкой или чем-то, сгрести вот в косметику, чтобы она сейчас нам не мешалась. Устанавливаем опять чашу. Открываем кран, когда сепаратор оборотов наберет. Молоко закончилось, я отключила сепаратор. Вот столько сливок у меня получилось, что можно сделать, снять чашку. Здесь еще будет капать, тут даже в плавковую камеру. Вот эти сливки все сгоняем в кастрюльку. Я сливки кипячу, я привыкла к кипятить, клиенты мои это любят, для чего я это делаю. Потому что кипяченые сливки дольше стоят у нас в свой особый привкус. И кроме того, когда взбиваешь с них сливочное масло, масло получается вкуснее, на самом деле. Все, кто пробовал масло из кипяченых сливок, по тому рецепту, который я давала, а я его совершенно случайно, общаясь на одном форуме, прочитала в интернете, потом попробовала, мне очень понравилось. Называется это «Вологодское масло». Я вам дам ссылку на видео. В общем, для этого дела сливки нужно кипятить. Вообще, честно говоря, сливки у меня, конечно, чуть-чуть густоватые получились. Вот такие густые сливки, вот видите, они уже густые, очень густые. Надо было еще все-таки колесико мне открутить. Но продавать их клиентам невыгодно, они будут резаться ножом. А вот масло взбивать с них хорошо. Поэтому я их сейчас просто прокипячу. Как кипятить? Очень просто. Просто вот ставить, как обычную воду на огонь. Как только вот это закипело, все выключаете. Смотрите, чтобы не сбежало, потому что все поднимается, и сливки могут от вас убежать. И все. Затем, если вы хотите, чтобы вот этот сливочный аромат сохранился, вы должны быстро-быстро поставить вот эти сливки на холод. Хорошо это делать зимой. Эфирное масло не успевает улетучиться. Прямо в снег вот так кастрюлю поставить, и будет хорошо. Ну и просто охлаждать тоже неплохо. В общем, это кипятим. Что делать с обратом? Видите, вот обрат у меня в сыроварне три масса, вот в кастрюле от сыроварни три масса. Я собираюсь сделать из него творог. То есть, что я сейчас сделаю? Я сейчас заряжу свою сыроварню, ну в общем, поставлю в другую кастрюлю, сделаю температуру 40 градусов на несколько часов и через часа 4-5. У меня здесь квасится творог. Я его порежу, откину. В общем, все дела. А сепаратор теперь нужно мыть. Если будет еще одна большая партия молока, лучше, конечно, вот этот барабан вот промыть, потому что там наверняка будет вот эта вот творожестая масса. Обязательно будет. Если вы сейчас еще будете добавлять молока, у вас вместо, вот отсюда вместо сливок может потечь молоко. В общем, нужно промывать. Ну и на этом все про сепарацию молока. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok